Год за годом в начале сентября люди из разных районов города прямо с утра приезжают до Качкалова на традиционную ярмарку садоводов. Каких-то диковинных растений здесь, пожалуй, не увидишь. Продают огородники то, что уже проверено временем. И цветы, и кустарники, и семена приживутся, уверяют продавцы, в любом огороде. Главное – любить каждый листочек и хотя бы иногда баловать. Ну, естественно, землю удобряем периодически, конечно, там перегноечек, там какие-то удобрения минеральные, компост закладываем. А так? Секретов больше нет? Нет, нет, нет секретов. Горожан с пустыми руками на ярмарке встретить сложно. Почти у каждого в руках по кусту, а то и по два. И даже несмотря на это, взгляд так и ищет. Что бы еще купить? Наверное, это скрасит нашу сибирскую жизнь, мне кажется, украсит наши огороды. Как вы думаете, почему многие сюда именно на ярмарку едут? Тут дешевле или просто выбора больше? А вы знаете, и то, и другое. И то, и другое. Лично я сюда приехал для того, чтобы купить сливы и абрикосы. И я нашел и сделал приобретение это. А это уже не ярмарка продажа, а выставка садовых обществ. На столах ягоды, яблоки, овощи и даже виноград. Плох тот садовод, говорят присутствующие, кто пеняет на плохую погоду, когда урожая нет. Казалось бы, и лета в Новосибирске толком не было, а урожай богатый. Мы даже сами не предполагали, что это будет такое чудо. Просто обычные семена вот купили, посадили на грядочку. Почему она так вот выросла, стала такой огромной? Ну вот такая вот, вот такой вот. Вы про это спрашиваете? Это биглянка. Ну сфор такой, но... Она к нам прибежала от соседей. Из другого забора даже вообще. Через забор и шесть штук таких лежит. На вкус, размер и цвет урожай новосибирских садоводов оценивает специальная комиссия. Говорят, победителей у нас было несколько. Каждому достанутся и грамоты, и приятные призы. Хотя что уж говорить, главный приз для этих людей – хороший урожай. А он в этом году, как видно, не подвел.